МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадио компании Гомель в студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Створение новых праценных мест и повышение квалификации под потребы конкретных вытворчастей. Пытания про оладкование насельства сегодня разглядали на областном семинаре в Рогачевском районе. В школу с добрым настроем акция с бярум портфель першокласснику пройшла в лядовом палаце. Усходняя философия, интригующий сюжет и якосный малюнок в областном центре проходят дни корейского кино. Уроки Добрыни. У Гомеля открылся детячий адукационный центр. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Областный семинар по пытаниях про оладкование насельства пройшел в Рогачевском районе. Его удельниками стали старшини районных советов депутатов. Захученными пропановами ознайомился Олег Синтероу. У ЖКРУ сельской местовости и невеликих городов выборы места працы звичайно не весьма значны. Сельскохозяйственные предприятия, утомляку фермерские, приватные в отворчестве, лесгасы, можно решение, что выращивать на присядебных участках, где заниматься рамесницем. Правда, значных доходов оно звичайно не приносит, до издольности потребные. Задача местовых органов улады – допомоги людям знайти свою працовую нишу. Нельзя сказать, что пытания без працовья ведь уже острые. За все, да запотребованные люди с высокой квалификацией, тех же механизаторы и операторы машинного доения, горш ситуация за непрофессийными кадрами. Заробки их, звичайно, невысокие, які жадания сумдели напрацовать. А при чатах у многих из этой категории не возначаются выдатной дисциплиной. Хоть назвать ситуацию безнадеянной нельзя. Два года тому у Весты Серобранка открылся приватное предприятие по опрацовцу Драунины, куды запросили мясовых жахаров. Проблемы с наличием кадров нет, но есть проблема с их квалификацией. И поэтому приходится переобучать людей. Приезжает организация, которая обучает людей и выдает соответствующее удостоверение. Повышение квалификации населенияства под потребы конкретных вытворчеств один из реальных на керунгу про совладкование населения. Подчас семинару депутаты кажут так само необходность активной потребности местовых инициатив и створение умов для эффективной работы субъекта господарения. При умове, что я пошли будут предпринимать меры для своего развития, областная сельскохозяйственная станция утказначит 100-годовый юбилей. Я е директор и депутат областного совета Сергей Кравцов скажет, что сегодня гэтае предприемство надеянный партнер по науковому забеспечению сельскохозяйственного подприемства и одарожения везки. В осудности, гэта сучасная науковая установа, где проводится доследование одночасово по некольких накерунках. Это дозволяет отремливать неодоренные прибытки и постоянно забеспечивать прационными местами колеса человек. Еще одна краница доходов экспортной поставки. Семеновый материал мы экспортируем. На сегодняшний день заключены договора по картофелю с Российской Федерацией, с Казахстаном, с Таджикистаном. Потом заключены намерения договора с Грузией. У нас большой коллекционный сад. Только яблоньевых, одних культур, семечковых, больше 78 сортов одних яблонь. Большой экспортный потенциал именно саженца у нас. Продаем такие страны, как та же самая Россия, тот же самый Казахстан, Таджикистан, во все страны, именно продаем Молдавия. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадо-компания Гомель, Рогачевский район. Акция «Сбяром портфель першокласснику» подыходит до своего завершения. Просдва дни пригожие хлопчики и девчинки придут на школьные линейки. Самым напылно хвалюющим этот день станет для тех, кто за школьные парты сядет в першиню. Среди них будет шмат детей, яким у школы допомагали собраться в межах областной доброчинной акции. Чарговое свято пройшло сенне у Лядовым палаце. Марина Джалая с подробязностями. Евген Пьянов все лета станет вушнем 29-й Гомельской школы. Его старейший брат и сестра так само скончили эту установу. Батька хлопчика, директор Гомельского областного центра Олимпийского резерва одиноборства, сподяется, что сына вырастет саправдный мужчина. Пакуль же ободва с хвалюванием ждет первый учебный день. Волнительное, ответственное мероприятие. Я хочу поздравить всех первоклассников, хочу поздравить Евгения Сергеевича с этим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, чтобы любили спорт, уважали единоборство, здоровья, терпения всем родителям и преподавателям, естественно, благодарных учеников и хорошего результата. А ты расскажи, пожалуйста, ты уже спортом каким-нибудь увлекаешься, занимаешься? Да, боксом. Почас мероприемства разумова об том, что в Гомеле для детей створены усе умовы для реализации своих сдольностей. Например, за прошлые годы тут появилась вельми добрая спортивная инфраструктура, якая каждому предоставляет выбор. А досягнение наших спортсменов – одно из лучших в Беларуси. Атлеты региона завоевывают великую колькость медалев на престижных республиканских и международных споборництвах. На других европейских гульнях, например, простойники региона отримали 20 медалев. Эта акция проходит традиционно каждый год в Гомельской области. Сегодня мы дарим портфель первокласснику именно в этом учреждении, в спортивном учреждении, в одном из лучших Гомельской области. Поэтому будут сказаны слова благодарности родителям за то, что они сделали свой вклад в подрастающее поколение и будут вручены от имени Национального олимпийского комитета и от имени губернатора Гомельской области Геннадия Михайловича Соловья школьной принадлежности и спортивный инвентарь. Мы постараемся сделать это таким образом, чтобы эти детки, которые пойдут в первый класс, запомнили, что впереди у них большой жизненный путь и, возможно, он будет слагаться не только с учебной составляющей, но и с спортивной. Сегодня портфели разом с канцелярскими приладами, олимпийским дженником и спортивным инвентаром отримали 12 будущих першоклассников. После этого мероприемства хлопчики и девочки докладно отправятся в школу с добрым настроем и прагой доведом. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». В школу с Белой Руссией акцию под такой назвой селета у першиню проводят активисты Гомельской областной организации. Свято ладили в городском центре культуры, куда запросили не только будущих першоклассников, а и наученцев початковой школы с Гомеля и ближайших районов. Свято собрало около 150 детей. В центре уваги школьники со шмодетных семью, малозабеспеченных, а так само семью активистов организации. Усе без выключения юные удельники свято отримали подарунки до надыходящего навучального года. Тих, кто селит и у першиню, сядя за школьную парту, пойменно выкликали в центр залы для уручения портфеля со школьными приналежностями. Когда мы видим горящие глаза наших первоклассников, нас переполняет чувство счастья. Но в то же время мы понимаем, что в школу первый раз ребенок идет и запоминает этот день на всю жизнь. Ведь каждый из нас помнит свое первое сентября первого класса. И нам хочется, чтобы этот день стал для них по-настоящему запоминающимся, чтобы эти теплые чувства они пронесли через всю свою жизнь. У делу республиканской акции с берем портфель первокласснику областная организация Белой Руси принимает 10-й год запор. За этот час корыстные подарунки отримали коля тысячи детей из всего региона. Знайомство с традициями далекой исходной краины празвысокое мастатство. У Гомеле проходят Дни корейского кино. Открыл форум у кинотеатра «Мир» надзвычайный и полномочный посол Кореи в Беларуси Тхэчун Йоль. По его словах, три одобранные до показа картины дают макчимасть левш зразуметь Корею, проникнуться ею историей и культурой. Подробя с ней расскажет Евгения Кухаронак. Корейский кинематограф давно вытеснил голливудские стушки с домашнего проката и зараз уповненно завоевывая новые территории. Немало его прихильников и в Беларуси. У нашем регионе Дни корейского кино проходят в четвертый раз. Фильмы сучасных кинематографистов демонструются с 2015 года и на кожном фестивале Аншлаг. После установления отношений между нашими странами в 1992 году мы тесно сотрудничаем в различных сферах, но кино – это самое яркое и представительское из них. Именно на культурных связях строится мост для более тесного сотрудничества в иных областях. Сюлита Хамельчанам пропоновали три киностушки. Драматичную комедию «Маленький лес», биографичный фильм «Дон Джу. Портрет поэта» и анимацию «Дорога под назву «Житё». Одна поведает про сучасность, другая – про сопротивление угады другой Сусветной войны, а пошняя показывает лад життя людей у початку 20-го стагодя. Усі фільми демонструються на мові оригінала з русскими субтитрами. Мы можем предложить нашим зрителям так же кино и в нашем текущем репертуаре кино Республики Корея. Достаточно сказать, что совсем недавно прошел прокат победителя Каннского кинофестиваля фильма «Паразиты», который у нас в кинотеатрах Гомеля посмотрела почти тысячу человек. И, конечно, для нас был экспериментальным определенным смысле, но очень удачным экспериментом показ фильма-концерта корейской группы «Би-Ти-Эс», который у нас собрал аншлаги не только в Гомеле, но и в Мозере, в Речице, в Злобине, Калинковичах. Почас фестивалю выход на сеансы вольны, однако при этом необходимо поддерживать правила и загадить билет в кассе кинотеатра «Мир». Евгения Кухаронак, Евгения Макенко, телерадио «Компания Гомель». Завтра в Беларуси пройдет шарговая промая линия мясовых органов Улады. У Гомельскими облаканками з вороты громадян будет принимать наместник старшини Гомельскими облаканками Владимир Горбачев. Номер телефона у Гомеля 33 12 37. Промая линия працой с 9 до 12 1. У Гатышчас на совезе будет наместник старшини Гомельска Хагарвы Конкамма Виталий Томанчук. Номер телефона 51 19 54. Дитячий адукационный центр «Добро» Гомеля очинил свои дверы для наведовольников. Установа створена на базе Советской районной организации Червоного Крыжа. На протягу года тут будут проводить занятки поважных для подрастающих поколения темах. Первый урок наведала и наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Центр «Добро» открылся на базе Советской районной организации Червоного Крыжа по улице Матросова 6. Проект уникальный не только для Гомельской области, а и для всей краины. При его организации выкористовывали опыт работы подобного центра в Дании. Изучая опыт Датского Красного Крыста мы увидели такой образовательный центр чтобы и у нас где-то в городе у Красного Креста был образовательный центр «Добро». Это своего рода дом, куда они могут прийти и те менторы, которые будут с ними заниматься, смогут вообще рассказать про жизненную какую-то ситуацию, поделиться, оказать какие-то психологические услуги и сказать, может быть, что и у меня такое в детстве было. Я тоже не ходил на этот кружок, не занимался этим видом спорта. Потом пошел, я получил удовольствие и сам и достиг каких-то высоких результатов. Центр «Добро» – проект долготерминовый. На протягу года тут будут проводить занятки по самых разных темах, актуальных для детей и подлетков. Первый урок присвятили этикету. Майстер-класс представил Гомельский державный профессийный шмат-профильный лицей. Сегодня мы хотим научить эти темы элементарным правилам этикета, правилам сервировки привести культуру общения за столом детям и их родителям с самого детства, с самых истоков. Плануется, что до выкладания в центре долучатся и студенты Гомельских ВНУ. На сентябрь у нас будут работать ученики наши, которые с наших школ. Это 9-11 классники, наши волонтеры. Это на сентябрь месяц. В октябре мы заключили договор. В университете Сухова будет создан волонтерский отряд из числа учащихся и они уже будут приходить и преподавать детям тот же день науки. То есть рассказывать либо математика у нас будет, либо русский, но чтобы это детям было не напряжно, а интересно. То есть это все будет происходить в игровой форме. Научальные занятки у центра будут проходить 2-3 на 3-3 в угольнявой форме в группах по 4-5 человек. На их запросят как дошколят, так и школьников. Особливый клопот детям, которые потребуют проходить в Гомельской области и нам очень приятно, что этот проект поддерживает и оказывает содействие областная организация «Красный крест». Поэтому начинание есть, ну а дальше нужно просто трудиться и я думаю, что будут свои результаты. Ну и надеемся, что он будет пользоваться большой популярностью и самое важное окажет значительное значение, вклад внесет для того, чтобы дети могли адаптироваться и почувствовать себя полноправными гражданами нашей страны. В раскладе центра Наверасень День Добра, День Здоровья, а так само День Навуки и День Юного Пешехода. Как трапить на корыстные майстер-классы, треба звернуться до кировництва Советской районной организации «Червоного Крыжа». Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадоэкомпания «Гомель». Орентоваться у сучасных модных трендах, ведать основы стилю и завсёды добро выглядать. Гэтым важным навыкам готовы навучить Центр моды Прыгажості «Хрустальная Німфа». Завтра тут чекают усіх жадаючих на День Открытых Дверей. Одночасово буде проходить и кастинг на навучання в школу Прыгажості и стилю. Початок сустречу в 14 годин. Докрануться до святыни. Угод, коли царква святкует 265 годзі зня народження Серафима Саровскаха по благословенні архиепископа Гомельска Гайжлобинска Образ крестным ходом пронесуть по всіх благочинных округах. Так до 7 вересня икона буде знаходзіцца у Рогачові. 7-8 у Василевичах до 14 вересня у Карме. Прыгажані Чачерського района змогуть докрануться до святыни до 20 вересня. Затым яна отправіцца у храмы Будакашалёва ветки Добруша Илоєва. А крымя таго у Петропауловскім кафедральним собору Гомеля зараз знаходзіцца старожитный спис з іконы Спасний Рукотворний. Поклониться святому образу можна до 30 вересня. Для верників собор открытый что день с 7 до 19 годин. Сама історія Спасний Рукотворний посвідки первым вікам христианства, коли сам Господь утер лицо своє мокрым полотенцем і на полотенце остался його образ. І потім подарив ту ікону царю Авгарию. І каждому веруючому тако напоминає о воплощенном Ісусе Христе, Сыне Божем, Бог, который стал человеком ради нашого спасення і о той заповіді любви, которую он принес к нам, принес к нам вір і в мир і з цієї заповіді любви вращається к нам всіх веруючим і от нас хоч, щоб ми теж любили всіх окружаючих і з опять же цієї іконы ще раз нам цієї заповіді любви напоминає і помогає людей прощати, любитися такими, які вони є на самом деле. Гэта і атак сама інші новини ви можете знайсти на нашім сайте у інтернете по адресі www.tvergomil.by Нагадийм випуск завершений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефіри. Де-факто продлажає ефір телеканала Беларусь 4 Гомель в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск з печальной новості. Сьогодні ночі на пожарі в Гомеле погибли три чоловіка, двоє мужчин і жінчина. В 2.22 на пульт дежурного поступило сообщення о возгоранні квартиры на улице народного ополчения. Горела однушка на восьмом этаже жилого дома. Сколько этажей в здании? Ой, 9 этажей, а не на восьмом этаже. На восьмом этаже. Хорошо, выехали, выехали, выехали. Два хода народного ополчения пожар на восьмом этаже, ну как понял. К моменту приезда спасателей из окон квартиры вырывалось пламя, валил черный дым. Сначала пожарные обнаружили хозяина, 55-летнего мужчину, он лежал в коридоре, а потом еще троих человек, двоих мужчин и одну женщину. К сожалению, те не подавали признаков жизни. Спасенного доставили в больницу автомобилем быстрого реагирования скорой медицинской помощи. У него ожоги второй и третьей степени тяжести. Причина пожара в квартире выясняется. Главная версия неосторожное обращение с огнем при курении. Гомельские таможенники не пустили в Евросоюз партию чечевиц весом 22 тонны. Груз, без подтверждающих безопасность продукта фитосанитарных сертификатов, везли из России. Фура была остановлена и осмотрена сотрудниками Гомельской таможни в районе населенного пункта Селище Добружского района. В грузовом отсеке находились мешки чечевицы на сумму 13 тысяч белорусских рублей. Всех необходимых документов на товар водитель предоставить не смог. Отсутствовал фитосанитарный сертификат, который является обязательным условием для транспортировки подкарантинной продукции. Бобовые должны были попасть в магазины Чехии. Начат административный процесс по части 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусматривается наложение штрафа для юридического лица до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. Серию краж крупнорогатого скота раскрыли сотрудники милиции в Жлобинском районе. С одного агропредприятия злоумышленники вывели 5 коров, а с другого 9 быков. Милиционеры сразу поняли, что в районе работает специализирующаяся на краже животных преступная группа. И не ошиблись, один из ее участников ранее был судим за хищение крупнорогатого скота. Из ферм животных выводили тайком, а потом вывозили на границу с Россией, где скот у них скупал предпринимателей. Действием задержанных дается правовая оценка. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует 28-й чемпионат Беларуси по гонболу среди мужских и женских команд. Обе дружины гонбольного клуба «Гомель» начнут сезон домашними поединками. Первыми на парке от Гомельского дворца игровых видов спорта 31 августа выйдут мужчины. Матч между подопечными Сергея Цыганкова и столичным БГУ ФК стартует в 14.00. Спустя два часа турнирный путь начнут женская команда гонбольного «Гомеля» и «Витебчанка». Прямую трансляцию обоих поединков можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гонбола. «Гомель» и «Славия» играют дома в чемпионате Беларуси по футболу высшей лиги на повестке будущих выходных 20-й тур. Первый поединок пройдет сегодня. Городея принимает Дняпром. Представители нашего региона играют завтра в 15.00 на поле стадиона «Юность» в Мозыре начнется поединок между «Славией» и «Брестским Динамо». Прещане возглавляют турнирную таблицу «Полишуки» на 10-м месте. В 18.45 на поле стадиона «Центральный» в областном центре выйдут «Гомель» и «Ислач». Соперников разделяет 9 строк в табеле о рангах чемпионата. Зелено-белые на 14-м месте команды из столичного региона на 5-м. Областное дерби в 18-м туре в первой лиге футбольного чемпионата. Игровая программа как всегда уместится в один день 31 августа. На стадионе «Центральный» в Речице сойдутся спутник и «Гомельский локомотив». Команды в турнирной таблице разделяют 8 очков и 3 строки. Железнодорожники замыкают тройку лидеров. Речицкие футболисты шестые. Всего два балла разделяет «Светлогорский химик» и «Микошевичский гранит». Обойти соперников в таблице «Светлогорская дружина» сможет уже в субботу, если победит в очном поединке. Матч пройдет на поле гранита. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». «Беларусь-4».